Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Я, наверное, единственный видеоблогер на YouTube, которому дарят столько подарков. За них хочется поблагодарить от души. Первый лот у нас сегодня пришел из Латвии. Подарил мне подарок Александр Григорьев. Саш, большое тебе спасибо. Просто от души. Тронут. Честно говорю, просто тронут. Сразу хочу сказать, подарок не дешевый, но подали на души. Человек просто написал, когда я первый ролик снял про подводную охоту. И просто написал человек, что по-любому будешь снимать под водой. Ну вот, хочу тебе в помощь для съемок подарить вот такой вот фонарь. Фонарь для подводной съемки. Еще раз говорю, Саш, большое тебе спасибо. От души. Если чем могу, помогу. Обязательно в ближайшее время испытаю на подводной охоте. Надеюсь, о подводной охоте роликов у меня будет больше. Так как хочется сделать канал более разносторонний. Не только именно охота, обзоры. Просто хочется, чтобы вам было всем интересно. Лот номер два. Не сказать, что подарок. Больше, наверное, как прислали на тест-драйв. Кто еще, как не я, лазит по лесам, по полям, по болотам и не сделает нормальный тест-драйв этого костюма. Из описания видео вы уже поняли, что это горка РФ. Костюм самый дорогой у них на сайте. С флисом. Сейчас посмотрим. То есть, давно себе хотел теплый костюм. Летний костюм у меня есть. Поэтому у них в подарок, ну не то, что в подарок, а было предложено выбрать на тест-драйв любой костюм с их интернет-магазина. Кстати, на тот момент, когда я выбирал себе костюм на тест-драйве, уже у них ассортимент увеличился. То есть, ребята, они стоят на месте, это радует. То есть, они мне присылали несколько таких пожеланий, как бы, чтобы, как бы, с вашей точки зрения, чтобы охотник хотел бы видеть на прилавке. Расцветки какие, материалы какие. То есть, я им писал. В принципе, появились по моей рекомендации, осмелюсь так, как бы, предположить, некие расцветки. Это близко к зеленому лесу, лето, то есть. Это темный костюм, черный. Я себе костюм выбрал именно на флисе. Почему? Потому что... Ну, у меня есть летний костюм, что-то подобие. Яхти-яхт. Он в то время стоил 6 тысяч рублей. У них на сайте вы можете пройти по ссылке. Ссылка будет под видео обязательно. Костюм дешевле в наше время значительно. Я не знаю, яхти-яхт сейчас, наверное, под десятку точно стоят. Но к нему у меня, как бы, претензий нет. То есть, он ветрами защищен. Ну, нормальный костюм, ничего. Но это импорт, опять же. Сейчас с импортом сложно. Это наше российское производство. Делают, шьют в Челябинске. Горка. Так называемая. Сейчас набирает обороты. Именно в охотничьей среде. Знаю, что костюм разрабатывался именно для военных. Для горных, военных, спецназовцев, что ли, по-моему. Ну, давайте сейчас эту фольгу все уберем. И посмотрим. Так, визуально. Изначально. Пока я не испытываю на охоте. Значит, костюм на флисе. Есть еще горка на флисе. Вот у меня знакомый хороший купил. Он мне сказал, я тоже на флисе заказал горку. Тоже, кстати, в Челябинске, по-моему, они шьют. Но я не уверен. Вот. Он мне сказал, что там на флисе идет только жилетка. Штаны идут брезентуха. Куртка брезентуха идет. И просто у тебя идет жилетка флисовая. Вот. Сразу же хочу здесь. Витек, это то, что нам надо. Куртка прошита флисом. И штаны также прошиты флисом. То есть, хоть у них на сайте этот костюм позиционируют как просто на флисе, то я сразу хочу сказать, что в этом костюме я прохожу до христианских морозов. Так как охоты у меня в основном активные. То есть, посидеть в нем на засидке где-то, конечно же, не получится. Но это вот то, что нужно для зайчатников, которые активно ходят, тропят. Это то, что нужно, я так думаю. Но мы еще проверим все равно в будущем, как этот костюм себя ведет. Но, опять же, это качество прошитый флис, он полностью нигде. Он до щиколотки, так получается. До сапог как раз. Как раз. Ну, я думаю, что все продумано. Все так, как надо. Сразу хочу сказать, что, ребят, прежде чем присылали, опять же, говорят, что мы будем сейчас плотно работать со флисом. Это очень хорошая тема, флис. Рекомендую, как бы, вот, опять же, горкой РФ. Ребят, не забрасывайте флис. Материал очень интересный. Во-первых, он не шуршит. У меня у знакомого костюм какой-то дорогой, импортный. Он чисто на флисе. Ну, там толстый флис. Он и для засидок идет, он в нем охотится. Так, нормально. В принципе, не мерзнет. Очень интересно, говорит. И если у нас российский производитель тоже до этого дойдет и будет шить с флисом. Ну, вообще, флис интересная тема. Так что, не забрасывайте ее, пожалуйста. И для нашего брата охотничего разработайте что-нибудь подобное. Давайте посмотрим. Размер я, наверное, сейчас одену. Потому что размер заказал под себя. Не знаю, как сейчас пойдет. Подойдет, не подойдет. Ну, с виду, качество. Но горка, она и есть горка. Ну, продувается, но не так прямо уж сильно. Не сказать, что это брезентуха, но она, скорее всего, будет дышать. Значит, подмышку у нас вентиляции нет. Замка нет, все на пуговицах. Не знаю, мне кажется, что утепленный костюм должен быть на молнии. Ну, скорее всего, просто сама горка должна быть, наверное, как-то на пуговицах. Поэтому ребята просто придерживаются именно вот этой вот классики в горке. Но утепленный костюм, мне кажется, все-таки лучше будет на молнии. Летний базара нет, да, лучше, наверное, он все-таки на пуговицах как-то там. А все-таки утепленный костюм, еще раз повторяю, должен быть на молнии. Но, опять же, это мое мнение. Значит, есть затяжки пояса на резинке. Карманов у нас получается большой раз, эти два, три. На штанах шесть карманов. На куртке раз. Получается четыре кармана. Внутренних карманов нет. И на рукавах. С рукавами четыре кармана. Ну, тоже много карманов, тоже как бы особо-то и не надо. Давайте сейчас я это все дело одену. Сначала курточку. При вас штаны, потом уже без вас. Потому что девушки тоже есть подписицы. Опачки. Ну, флис, он и есть флис, он к телу очень приятный, нежный, не шуршащий. Так, ну, застегивать я думаю не буду. По рукавам. У меня руки длинные. У меня всегда проблема выбрать свитер, куртку себе нормально по рукавам. Вот здесь вот. Ну, здесь тоже есть. Но это проблема моя уже. Мое телосложение. Хотя, в принципе, может быть оно так и должно. Ничего не мешаться и не налазить там на руки куда-то. Ой, уже прям тепло так сразу стало. Даже душно. Ну, это костюм. Глубокая осень. Лодка, вода. Самая тема, мне кажется, будет прямо. И бегаю до хрященских морозов. Смело можно в нем топать. Активно торопить зайчика. Еще что-то. Сверху еще тем более будет. Белка синтетическая. Так, капюшон у нас что? Капюшон не отстегивается. Ну, так-то ничего не стесняет. Вроде бы как, как говорится, по мне шитый. Вот эту вот штуку, если брать. Вот эту штуку, вот у меня такая просьба, даже рекомендация горка РФ, вот на этом козырьке обязательно должна быть пуговица. Иначе это шляпа. Она будет мешать тебе где-то ходить. Потому что, ну, ну я не знаю, зачем вообще этот язык нужен. Козырек. Мне кажется, он или лишний здесь, или он должен быть на пуговичке. Или на кнопке. Чик, чтобы он не мешался. Ну, это реально шляпа. Язык. Это здесь лишнее, мое мнение. А так ничего. В принципе, на липучках. Я предпочитаю, конечно, наверное, кнопки все-таки. Вот, кнопки. Липучка это так ненадолго. Тем более, в лесу, в камыше это все забивается грязью. Вот у меня куртка из зимней, ей уже лет пять. Я уже за пять лет поменял все липучки. Отдавал швее, она мне все липучки меняла. Мне эта куртка очень нравится. Я ее перенабивал синтепоном и все липучки менял. Так что, возможно, здесь лучше даже сделать или пуговичку. Ну и липучка. Она шуршит все равно, она создает звук. Я пуговичку расстегнул. Раз уж ей здесь, как бы, придерживайтесь пуговиц. То пусть будет она карманом. Тоже или пуговиц, или кнопка. Липучка, конечно. Забьется она в камыше, в грязи. Она со временем забивается. Но так-то, в принципе, мне все нравится. Не знаю, как там должна быть настоящая горка. Как говорят, должен быть брезент. Во-первых, это легко. Флиз. К телу приятно. Мне кажется, это идеальный костюм для охоты. Но все равно мы посмотрим. Пока хвалить не будем. Перехвалю. Да, то есть, есть подтяжки в комплекте. Они упали у нас. Вот они. Подтяжки идут в комплекте. Сейчас я еще штаны одену. Что, могу сказать, что с размером угадали. Я указал размер, рост и все. То есть, 52 я написал и рост, что-то там, 181. Все отлично подошло. Как по мне, шито. Классно, мне уже жарко. Вот как раз хотел себе покупать зимний костюм на эту зиму. Потому что старое все повыкидывал, повыбрасывал. Оно уже очень старое. Там и синтепон уже осел. Я одно хочу сказать, что зимний костюм я себе покупать не буду. Я буду ходить в этом. Еще раз хочу призвать. Витек, это то, что нам нужно для ходунков, которые любят люди бродить, активно охотиться. Вот ты не перегружен вот этим всем теплым. И все равно ты согреваешься. То есть, это то, что нужно. Еще здесь безрукавочки не хватает, но она у меня есть, такая напуху. Все, торс у нас утеплем. А ноги, в принципе, и не надо. Ну, вроде неплохо сидит. Посмотрим, как он себя будет вести в угоде. Так что, переходите по ссылке, выбирайте себе костюмы. Постараюсь написать горке РФ, выбить небольшую скидочку хотя бы для своих подписчиков. Ну, придумаем некое такое, какое-нибудь кодовое слово, что там, Толстов Хантер. Ну, попробую написать горка РФ. Если вам интересно, еще раз говорю, переходите под видео, выбирайте себе костюмчик. И я дам знать позже, выбил я скидку для вас или нет. Но я постараюсь. Если вам что-то интересное, ну, вообще, полистайте, посмотрите. Что хочу сказать. Горка РФ, огромное спасибо, что, как испытуемого, выбрали меня. Саш, за фонарик тебе огромнейшее еще раз спасибо. Надеюсь, он будет мне полезен. Ну, закончу стандартно. Надеюсь, я был вам полезен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok